Смотрите сегодня! На днях прошла мошенкэпча-сессия Уйна Руни для игры FIFA 09. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы научимся строить правильную защиту в игре Quake. И, конечно, вы увидите финал Виннеров, где встретились недорожаемый Nike и один из лучших игроков Белоруссии Enemy. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. По окончании 12-го сезона немецких профессиональных серий EPS, команды отказываются от слабых звеньев в пользу новых вариантов. Команда Hooray начала сезон на мажорной ноте и на пару недель закрепилась на первой строчке первенства. Вот только ребята не были готовы к такому подарку и за несколько туров лидерство было растеряно. Еще одна Warcraft 3 сборная прекратила свое участие на European Nations Championship. Речь идет о сборной Италии, которая мотивировала свой отказ тем, что у них не хватает активных игроков. Перед отказом на участие итальянская команда занимала пятую строчку в группе. Совсем недавно турнир по таким же причинам покинула Великобритания. На очередной ежегодной встрече с инвесторами генеральный директор Electronic Arts Джон Ричетелло в ответ на критику серии Need for Speed приоткрыл завесу секретности и сделал заявление относительно новой части. Игра будет называться Need for Speed Undercover. Учитывая пожелания всех сторон, была сделана полная реструктуризация, которая позволяет более качественно подойти к процессу создания новой части. На днях прошла Motion Capture сессия Уина Руни для игры FIFA 09. Разработчики записали фирменные движения известного футболиста для их последующей оцифровки и внесения в игру. Вполне возможно, что именно этот футболист появится и на обложке FIFA 09, выход которой планируется осенью этого года. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы научимся строить правильную защиту. Как говорится, лучшая защита – это нападение. Но как быть, если нужно защищаться? Мы дадим пару советов, которые помогут вам не совершать глупых ошибок и играть более профессионально. Первым делом, если вам пришлось защищаться, нужно подумать о том, как вернуть контроль на карте. Главный секрет в успешной защите – это контратака в тот момент, когда противник решил напасть на вас. Делается это достаточно просто. Позиции, которые занимаются при защите, обычно позволяют ретироваться, как только появляется противник. Когда вы скрылись из виду, противник будет пытаться догнать вас, открываясь и выходя под огонь. Этим моментом и нужно воспользоваться и провести контр-атаку. Преимущества в хелсах и броне можно компенсировать за счет неожиданности, а также неудобства, которые будет испытывать противник на позиции, которую вы выбрали для защиты. Основная проблема в том, что у вас может не хватить хелсов, чтобы устоять перед натиском. И если так и происходит, то лучше перед тем, как дать решающий бой, вымотать противника, заставить его побегать за вами и потерять большую половину хелсов. Это даст вам шанс перебить контроль на карте, но будьте внимательны и не упустите момент, когда защиту нужно будет сменить на нападение. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Вольно. Разойдись. Смотрите далее. Новая мышка из коллекционного издания. И, конечно, вы увидите финал Виннеров, где встретились неподражаемый Nike и один из лучших игроков Белоруссии – Enemy. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Игровая мышь Sven ML2000 имеет необычный дизайн. Она относится к классу вертикальных. На первый взгляд это может показаться не очень удобным, но при длительном использовании понимаешь, что кисть в таком положении устает гораздо меньше. Размеры грызуна достаточно велики, чтобы быть комфортной обладателем рук среднего и даже большого размера. Масса в 150 граммов несколько великовато для проводной мыши. Разрешение до 2000 ДПИ. Мультимедийная клавиатура D-Computer EZ-7000. Перед нами качественный продукт, отвечающий всем веяниям моды. Имеется достаточное количество нюансов, которые могут не всем пользователям прийтись по душе. Но у продукта D-Computer есть один неоспоримый козырь перед подавляющим количеством конкурентов – цена. При достаточно высоком качестве исполнения клавиатуры, хорошей работе и востребованности большинства функций, EZ-7000 может стать неплохой покупкой. Мышь Razer Boomslang CE – это коллекционное издание. Полностью симметричная форма и расположение органов управления делают манипулятор одинаково удобным для использования в левой и правой руке. Все части сделаны из высококачественных материалов. Имеются две дополнительные кнопки. Колесо прокрутки имеет очень красивую голубую подсветку. Разрешение мыши до 1800 ДПИ. Частота сканирования 6000 кадров в секунду, что позволяет молниеносно реагировать на малейшие движения рукой. Джойстик Citec P220 Digital Pad – эргономичный и точный геймпад. Легкие установки и использование. Имеет две пусковых кнопки механизма быстрого огня, два шифта, восьмипозиционную крестовину управления и шесть основных кнопок. Дизайн простой и удобный. Прорезиненные рукоятки не позволяют рукам проскальзывать. В центре джойстика находится кнопка переключения количества выстрелов за нажатие и индикатор состояния. Подходит ко всем видам операционных систем. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта! Сегодня вам предстоит увидеть финал виннеров Asus Spring 2008, где встретились неподражаемый Nike и один из лучших игроков Белоруссии Enemy. Эта игра решит, кто же придет в суперфинал, а кто будет играть матч за третье место. Никита Найка Мачаев однажды уже был чемпионом серии Asus. Ровно год назад на Asus Spring 2007. Nike продемонстрировал отличную игру, спокойно выйдя из группы и обыграв в финале кулера. На этот раз Никита также упорно идет к финалам, и ему предстоит встретиться с очень стабильным игроком. Павел Enemy Яковлев не нуждается в представлении. Этот игрок известен своей потрясающей стрельбой. На предыдущем Asus'е Enemy остановился в шаге от финала, проиграв с минимальным отрывом своему соотечественнику Сайферу. Удастся ли на этот раз преодолеть рубеж топ-3, узнаем совсем скоро. Удачный респам для Найка дает ему возможность сразу взять все, что нужно для доминирования на карте. Остается только внимательно слушать и ждать ошибки противника. Энеми остается без рейлгана, основного оружия на карте. Найк понимает, что рано или поздно такое преимущество можно будет реализовать, и поэтому продолжает пассивно оборонять рельсу. Игроки ведут позиционную игру и не спешат в бой. Скоро появление Миги, которое очень важно. Любая ошибка позволит противнику свободно перемещаться по карте и атаковать. Игроки поделили уровень. Найк преимущественно на нижнем этаже, так как ему нельзя упускать из виду рейл. Энеми же не оставляет попыток забрать ее, и мы увидим первые перестрелки противников. Впереди первая важная битва за появление Миги. Найк съедает рельсу. Рокет джампится. Энеми выходит из телепорта точно по времени. Найк уходит от стрельбы и ждет прыжка на Мега-Хеллз. Первый красивейший, а главное важный фраг за Найк. Найк продолжает играть очень тактично. Очередное взятие рельсы заканчивается фрагом, достаточно простым для Энеми. Хелленный Энеми в очередной попытке забрать Мигу падает от точного Машингана. На этот раз игроки меняются позициями, и игра становится быстрее. Стоит отметить, Найк более успешно забирает рельсу. Попытка провести атаку остается безуспешной, и игра опять сводится к контролю уровня и редким перестрелкам. Очередная подготовка к появлению Миги. У Найка достаточно брони, чтобы дать бой, но Энеми не спешит к Мега-Хеллзу, как будто забыв про него. Отдав очередную Мигу, Энеми оказывается в незавидном положении. Найк готов для атаки. Главное — выбрать момент и не допустить ошибок. Что он и делает, все ближе и ближе подбираясь к противнику, вынуждая его совершать ошибки и терять Хеллзе. Попытка добить противника натыкается на грамотную оборону. Шансы игроков стать фрагом уравнялись, и это очередная битва за контроль над картой. Появление Миги еще не скоро, и поэтому игроки продолжают изматывать друг друга на безопасном расстоянии, готовясь захватить контроль, как только появится такая возможность. Любая ошибка может привести к доминированию одного из игроков. Неспешная борьба за важные предметы на карте — подготовка к предстоящей битве на Миге. Удачные минус 100 при выходе из телепорта, и Найк тут же взвинчивает темп игры. Забирает броню противника и атакует. Энми в очень невыгодной позиции. Пытается отстреливаться, но Найк не оставляет ему шанса уйти и делает важный фраг. Ценой двух жизней Энми все-таки удается добить Найка, и скорость игры опять увеличивается. Энми продолжает атаковать, пока Найк не окреп и не встал на уровень. Но тут же Найк удачно перехватывает и делает простой фраг. Берет Мигу и восстанавливает его положение на карте. В распоряжении Найка все необходимое, чтобы перевести игру в позиционную борьбу за предметы, которые так невыгодны его противнику. Найк, как и в начале игры, остается зажатым на первом этаже. Энми настроен решительно и готов подловить своего соперника в любой момент. Поэтому Найк играет достаточно аккуратно. Игра подходит к завершению, Энми проигрывает на два фрага. Энми ничего не остается, как идти в атаку. Найк напротив уходит в глухую оборону. Открытые столкновения ему крайне невыгодны. Но все, что бы ни придумал Энми, останавливает с помощью точнейших выстрелов с рельсы. Целая минута проходит попытка забрать рельсу. Преимущество Найка увеличивается. Но до конца остается не так много. Разрыв стремительно сокращается, и уже преимущество Найка не так существенно, как было в начале игры. Энми все-таки удалось перевести игру в более аркадное русло, что позволяет ему быстро сокращать разрыв. Под конец игры Энми ослабляет натиск, пытаясь взять спасительную мигу, которая позволит ему сделать последний рывок до победы. Но Найк четко контролирует ситуацию и не дает такую возможность своему противнику. Ближе к концу матча Энми был так близок к победе, но Найк, выложившись из начала встречи, уходя от встречек, спокойно завершает матч. Во многом сказался контроль миги, который по ходу встречи так и не удалось перехватить Энми. Именно за счет вовремя взятого Мегахелса удавалось контролировать карту большую часть времени. Стоит отметить то, что Найк удалось удержать взятый в начале темп игры. Мало того, он постоянно навязывал своему сопернику ту игру, которая была выгодна для него. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова